МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 13 за выходные. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? О бюджете Сарова. Состоялось заседание Городской думы. Газон или обочина? Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Далее расскажем обо всем подробно. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» перешел ко второму этапу испытания вакцины против коронавируса клиническим исследованиям на людях. Об этом рассказал журналистом глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная, сказала она. Отвечая на вопрос, что лучше, проходящее испытание препарат «Вектора» или уже зарегистрированная разработка центра имени «Гомолей», глава Роспотребнадзора объяснила, что к каждой стране важно иметь несколько вариантов вакцины. «Вектор» начал клинические испытания вакцины 27 июля. Как сообщалось, в них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе 60 сотрудников самого «Вектора». На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную центром имени «Гомолеи» совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник В». Это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет. По состоянию на 17 августа в России зафиксировано более 927 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки вывели 4892 нового больного. Почти 736 тысяч россиян выздоровели. 15 740 умерли. В Нижнем Новгороде на этой неделе открываются детские сады. В 34 районах дошкольные учреждения функционируют уже в полном объеме по решению муниципалитетов. Об этом сообщил в своем аккаунте в Инстаграм министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. Напомним, в Сарове сады начали работать в привычном режиме с 17 августа. Также чиновник ответил на вопросы подписчиков о том, как будут проходить линейки на 1 сентября. По каждой школе будет отдельное решение. Рекомендации только первым, девятым, одиннадцатым классам. Отдельно для каждой параллели. На улице. С соблюдением санитарных норм. При большом количестве первых классов, а у нас есть по 8 классов параллели, проводить несколько линеек. Пока предполагаем так, но будем смотреть по ситуации. Многое зависит от погоды. Но очень хочется сделать красиво и безопасно для первоклассников, пояснил Сергей Злобин. По состоянию на 17 августа в Нижегородской области зафиксировано почти 25 800 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 120 новых больных. Выздоровели более 22 700 человек. Жертвами болезни стали 433 нижегородца. 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано за выходные в Сарове. Всего за время эпидемии COVID-19 диагностировали у 1050 человек. Выздоровели 838 саровчан. Из тех, кто продолжает болеть, 22 человека лечатся в КБНВР-50. Один в тяжелом состоянии 12 в состоянии средней степени тяжести. 5 саровчан скончались. Проведено 37 исследований. Многие россияне, находясь на самоизоляции, были вынуждены работать из дома. По данным социологического опроса, такой формат устроил лишь 22% из них. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили саровчан, есть ли минусы и какие у работы на удаленке. Большинство опрошенных говорят, что отвлекают дети, домашние дела. Сложности с организацией рабочего дня испытывают более 31% респондентов. Вариант «плохо оборудованное рабочее место» выбрали 20%. Не хватает личного общения 14% участников опроса. Ровно столько же считают, что минусов нет. На 58% снизилась долговая нагрузка бюджета города в прошлом году. Директор Департамента финансов отчиталась перед депутатами об исполнении бюджета Сарова в 2019 году. План доходов и расходов города оказался профицитным. Сколько и на что израсходовали, и как пополнялся бюджет в прошлом году, и об изменениях в этом, расскажем в следующем репортаже. 3 миллиона 7 тысяч рублей. Такую сумму неэффективного расходования бюджетных средств в 2019 году выявила контрольно-счетная палата. Львиную долю этих расходов составила выплата архитектурной мастерской. Которая обратилась в арбитражный суд с исковым требованием к муниципальному казенному учреждению УКС о взыскании задолженности по муниципальному контракту и судебных расходов по оплате государственной пошлины. Общая сумма возмещения в данном случае составила 2 миллиона 474 тысячи. В прошлом году бюджет корректировался четыре раза. Изменения в основном касались поступления областных и федеральных солевых средств, собственных доходов, если они отличались от запланированной суммы, а также перераспределения бюджетных ассигнований. В 2019 году доходы бюджета превысили расходы более чем на 103 миллиона рублей. Безвозмездные поступления составили 3 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления в бюджет имеют удельный вес более 75% среди всех поступлений, формирующих доходную часть бюджета. Если сравнивать с 2018 годом, то в 2019 году поступило больше доходов на 853 миллиона рублей. Темп роста к 2018 году составил 127,4%. Расходы городского бюджета в 2019 году составили 3 миллиарда 868 миллионов 116 тысяч рублей. Из них на реализацию муниципальных программ было потрачено 91,5% от этой суммы. Большая часть этих средств была направлена на социальную сферу, в том числе на образование. А это строительство здания средней школы по улице Зорге, более 103 миллионов рублей. Капитальный ремонт детского сада номер 44, более 50 миллионов рублей. Стадион школы номер 16, более 34 миллионов рублей. Капитальный ремонт школы 10, более 131 миллиона рублей. Капремонт кровли школы 11, в клубе мечта капремонт фасада замены окон в школе 16. В представленной депутатам корректировки бюджета на 2020 год доклад директора департамента тоже начался со сферы образования. На 61 миллион рублей увеличились безвозмездные поступления на строительство новой школы на улице Зорге за счет уменьшения субсидий в 2021 году. Более 8 миллионов рублей город выделит на горячее питание школьников младших классов с нового учебного года. 20 августа с 10 часов будет проводиться гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность под давлением. В связи с этим 19 августа будет отключена горячая вода в домах со 2 по 25 по улице Академика Харитона, в домах 2, 3, 5, 8, 10 на переулке Северном, в домах со 2 по 59 на улице Зернова и в поселке ИТР. 20 августа горячую воду отключат в новом районе города. Другая важная информация в подборке коротких новостей. ФК Саров обратился к горожанам с просьбой о помощи. Скоро стартует чемпионат Нижегородской области, и для того, чтобы принять в нем участие, членам команды необходимо сдать анализы на коронавирус. Иначе спортсменов попросту не допустят до игр. Цена вопроса примерно 35 тысяч рублей, которых у команды нет. Требование подтвердить справками отсутствия COVID-19 у игроков стало для клуба неожиданностью, а бюджет уже расписан. Поддержать команду может любой желающий. Банковские реквизиты, на которые можно отправить посильное пожертвование, опубликованы в официальной группе ФК Саров ВКонтакте. В Министерстве просвещения рассказали об использовании средств индивидуальной защиты в новом учебном году. По словам чиновников ведомства, учителей российских школ обяжут носить маски в целях профилактики коронавируса. На школьников это требование распространяться не будет. Носить маску или нет, родители каждого ребенка решат самостоятельно. Напомним, начало нового учебного года в России решили не переносить. Он стартует в День знаний 1 сентября. С начала этого года в Нижегородской области выявили 18 клещей с вирусом энцефалита. Еще 163 оказались носителями боррелиоза, более известного как болезнь Лайма. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Медики напоминают, что при посещении лесов необходимо соблюдать меры защиты. Обязательно надевать головной убор и избегать участков с высокой травой. Особенно бдительными стоит быть владельцем домашних животных. Клещи могут быть переносчиками такого опасного заболевания, как пироплазмоз, которое при отсутствии лечения может привести к смерти питомца. Газон или обочина? Водителям, которые паркуют свои машины возле одного из домов на улице Садовой, стали приходить штрафы за парковку на газоне. При этом сами водители считают, что встали они по правилам, и никакого газона в этом месте нет. С просьбой разобраться в ситуации горожане обратились в нашу рубрику «Городской дозор». Ко мне подходит человек, стучит в боковое стекло и говорит, «Женщина, а вы знаете, что вы стоите на газоне?» Я честно сказала, говорю, «Молодой человек, я не в курсе, что я стою на газоне». Не в курсе не только Наталья. На песчаном пятачке рядом с домом 23 по улице Зернова водители паркуются уже почти 8 лет. Тогда здесь открыли пункт выдачи товаров, а отдельное место для авто не предусмотрели. Парковкой стал служить пустырь, который, как оказалось, газон. Здесь на территории идёт съезд дороги и идут камни, какое-то подобие твёрдого покрытия. То ли его когда-то положили и оно пришло в негодность, то ли это какие-то строительный мусор. То есть разобраться в том, что это не твёрдое покрытие, было сложно. Трава и кустарники, по заверению, представители администрации города здесь действительно были. Когда-то давно. Но это не останавливало водителей, которые приезжали в пункт выдачи товаров. Они, как и сейчас, парковали свои машины на газоне. В результате он превратился в пустырь. Это всё-таки озеленённая территория. И в данном случае граждане, которые так делают, они нарушают правила благоустройства города Сарова, утверждённые решением Думы. Они нарушают закон о чистоте и порядке территории Нижегородской области. Вероятно, в планах имеется полностью благоустроить дорогу. Соответственно, появятся и благоустроенные газоны. И, вероятно, подъезд уже к этой территории будет с другой стороны. То есть будет решаться уже по другому вопросу. К тому предприятию, из-за которого происходят данные парковки. Наталья утверждает, что узнать в пустыре газон нереально. А бетонные вазоны, намекающие на декоративность территории, появились здесь совсем недавно. Уже после того, как женщина обратилась в администрацию с вопросом, за что ей выписали штраф в размере двух тысяч рублей. Ребята, а сейчас мне скажите, каким образом человек, который вот едет на машине, вот этот человек, вот этот стоит, каким образом он здесь должен понять, что это зеленая территория? Пункт выдачи кто открыл? Это, наверное, не без ведома же администрации открыли. Что администрация не знала, что здесь должны быть пути подъезда? Знала. Для чего она вот это оставляет? Я считаю, что эту территорию сюда заезжают восемь лет, как выяснилось. И у меня вопрос к администрации. Ребята, если это зеленая территория, что вы сделали для того, чтобы она была похожа на зеленую территорию? Штраф за парковку в неположенном месте получила не только Наталья. По этой статье за июнь наказаны более десяти водителей. За восемь лет штрафы заплатили сотни человек. И если большинство из них молча соглашали ситуацию, Наталья намерена обратиться с заявлением в прокуратуру. Если в ближайшее время администрация не облагородит территорию, превратив газон номинальный в газон фактический. Пьяного водителя задержали в ночь с 14 на 15 августа. Мужчина хотел скрыться от сотрудников ГИБДД. Он пытался оторваться от преследования и гнал по улице Московской. Завернул на улицу Курчатовой и задел четыре припаркованные машины. Нарушителя удалось задержать. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. На дорогах за минувшую неделю произошло 11 ДТП, в двух пострадали люди. На перекрестке проспектов Октябрьского и Мира водитель «Газели» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате данного ДТП водитель автомашины «Форд» женщина получила телесные повреждения. Это сотрещение головного мозга и растяжение шейного отдела позвоночника. Женщина от госпитализации отказалась. Пусть хотели ее госпитализировать, но она не захотела. На перекрестке улицы Давиденко и строителя Захарова водитель автомобиля «Шевроле» не уступил дорогу ВАЗу. В результате данного ДТП водитель автомашины ВАЗ получил телесные повреждения. Это ушибы, то есть лоб левого плеча. После осмотра врачом отпущен. Проводится расследование. Будем выяснять. Но, скорее всего, если лбом куда-то ударился, то, скорее всего, не пристегнут. На этой неделе сотрудники ГИБДД проведут операцию труба. Она направлена на выявление нетрезвых водителей. Уже несколько лет подряд Сарове реализует проект «Дворовая практика». На нескольких площадках в разных концах города педагоги собирают школьников, чтобы во время каникул организовать их досуг. Дети играют, занимаются спортом, участвуют в конкурсах и викторинах. На одной из дворовых площадок на стадионе 16-й школы побывала наша съемочная группа. Стоять на воротах – самая сложная обязанность футболиста. Так считает Никита Аножкин. Помимо умения отбивать мяч, вратарь должен следить за соперниками и чувствовать поддержку товарищей по команде. А еще обладать особенным чутьем на уровне интуиции. Надо или предугадывать, или смотреть, куда бьет соперник. А так ты не поймаешь. Все время бьют. Ты кроешь одно вот лево, а тебя бьют специально вправо. Поиграть в футбол юные спортсмены могут теперь на стадионе 16-й школы. В рамках проекта «Дворовая практика» там начала работать спортивная секция. Ребята не просто гоняют мяч, а отрабатывают технику под руководством педагога Центра внешкольной работы. Играют в футбол в особом формате – три минуты на поле, три минуты отдыха. У нас нет постоянной команды пока, делимся. То есть они сами выбирают. Каждый день новый капитан, чтобы каждый почувствовался лидером. То есть сегодня он один, второй. Они выбирают сами все команды и играют. Присоединиться к занятиям и поиграть в футбол могут все юные любители этого вида спорта. Единственное условие – быть здоровым. По новым требованиям, всем, кто приходит на занятия, измеряют температуру и обрабатывают руки. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова